Сергей Витязь сделал предложение на бой. Максим Новоселов. Хочу бой 23 февраля, в День Защитника Отечества. Также дружину свою можешь взять с собой. Давай уравняем шансы, как ты уже это делал. Трое против тебя одного. Поэтому я предлагаю тебе в любое время до октября приехать и побраться со мной. То можем провести бой по правилам тайского бокса. Жесткая ударка. Может быть хорошие люди, занимайтесь спортом. Не лезьте в бои, это не ваше. Сергей Витязь сделал предложение на бой 23 февраля. Максим Новоселов. Хочу бой 23 февраля, в День Защитника Отечества. Так что думай. Если к концу зимы все еще будешь бегать, то словлю тебя возле подъезда. Готов на бой хоть в сугробе. Для сибиряка это естественная среда обитания. До этого времени я его просто могу забыть. Очень много событий происходит, очень много в спортивном мире. Ну он молодец, в любом случае он согласился, не испугался. Братцы, если бы согласился, кто бы пошел со мной ушатывать шатуна еще два человека. Просто 23 февраля это почти что через год. Если ты хочешь драться, я тебя жду. В преддверии моего боя с Дмитрием Смоляковым, который пройдет в октябре месяце на Fight Night. Это настоящий боец, прошу заметить. Настоящий, непридуманный, не киношный. А мне нужны мешки для битья. Мне нужны тренажеры. И поэтому я предлагаю тебе в любое время до октября приехать и побраться со мной. То можем провести бой по правилам тайского бокса. Жесткая ударка. Моя тема. ММА я предложил из милосердия, чтобы у тебя хоть какой-то был шанс с бросочками, с борьбой. А так у людей совсем интриги не будет. Опять же, если я совсем такой слабенький соперник для тебя, давай уравняем шансы, как ты уже это делал. Трое против тебя одного. Сергей, видишь, ты так же дружину свою можешь взять с собой. Возможно, она тебе поможет. Дружинники сейчас заняты всякой херней, я так понимаю. Не знаю даже, что это за люди. Какая-то дружина несуществующая. ДНД, я знаю, добровольная народная дружина. А русская народная дружина, они когда-то умерли еще давно при монголах. Поэтому не могу ничего сказать. Я также являюсь чемпионом негосударственных структур безопасности по рукопашному бою. И чемпионом области по армейскому рукопашному бою в абсолютке. Плюс я основной спарринг-партнер братьев при подготовке к пробоям в ММА. Может быть, хорошие люди, занимайтесь спортом. Не лезьте в бои, это не ваше. Вы качки и диетологи, фитнес-инструкторы. Но вы не бойцы. Бойцы сражаются на турнирах. Они не делают вызовы. Они приходят и дерутся. Запомните, приходят и дерутся. Я гораздо сильнее. Так что бой будет легким. После нокаута отпущу тебя на все четыре стороны. А не надо никаких вызовов делать. Если ты настоящий боец, приедь и покажи. Не надо это записывать на камеру. Просто приди и покажи. И докажи всем, что ты боец, что ты смог это сделать. А разных мешков в зале полно. Мешки мне, кстати, нужны. Я жду. Максим считает, что мне нужно больше опыта в боях. Я многократный участник и призер Омской Академии МВД по рукопашному бою. Динамовские правила. У меня большой опыт захватов и обезвреживания криминального контингента. В городе Челябинске я тебя жду. Все-таки это ты сделал мне вызов, а не я тебе. Все эти люди, что говорили, Максим не ответит. Да кто-то вообще такой, не заметит. Облажались. Максим ответил. 27 июля в городе Челябинск. Ну или август, или сентябрь. Да, любой месяц. Октябрь, ноябрь. Главное, чтобы я его не забыл до этого времени. Очень много, потому что пролетает людей. Поэтому я тебя жду. А пока я даже готовиться не буду. Купаюсь, но связаюсь с жизнью. Сергей, мы тебя ждем. Мне очень нужны мешки. Спасибо.